Как мы говорили в начале программы, пандемия это не повод не посещать различные спортивные секции. И поэтому сейчас о комплектовании детей в спортивной школы мы и будем говорить. У нас в гостях руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, Валерий Анатольевич Черноусов. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, вот перед нами сегодня, вы сегодня пришли с ребятами, которые в тех или иных спортивных школах занимаются. Это все разные школы. Давайте перечислим, кто у нас сегодня. Сегодня у нас представители трех школ. Школа спортивной гимнастики, школа тяжелой атлетики и школа греко-римской борьбы. А вообще, если немножко о статистике, у нас в городе Красноярске в муниципалитете 19 спортивных школ. 16 из них школ Олимпийского резерва. Воспитанников всего у нас 13 тысяч 447. Тренерского состава 447 человек. Поэтому вот такая у нас спортивная, я горжусь, эмигвардия, которая у нас в городе Красноярске. У нас 255 человек – это члены сборной России, кандидаты в сборной, где-то 1600-1800 – это члены сборной Красноярского края. 5800 человек – это имеет спортивные разряды. Поэтому вот такая у нас. Давайте сначала попросим ребят что-нибудь показать. Вот, допустим, школа гимнастики. Пожалуйста, давайте попросим. Что это за снаряд, Катя? Спросите у мужчины, что это за снаряд. Что это за снаряд? У вас микрофон в руках пускай. Я его только что заметила вообще, этот снаряд. Это твое? Что это такое? Гимнастические стоялочки. Стоялочки? Ну, это аналог, наверное, объяснив брусьев. Да? Только напольные. А ты покажешь нам, как работают они, как они в действии? Ты умеешь с ними обращаться? Да. Ну, я готова посмотреть. Мне очень интересно. Вперед. Человек опытный сразу, да, видно? Конечно. Это как тренировочный момент, чтобы не упасть с брусьев. Совершенно верно, да. Это высота? Высота и начинается. Вау. Эти носочки тянет. Здесь надо немножко разделить, ведь у нас очень много детей занимаются в спортивных секциях, но не все попадают в спортивную школу, правильно? Совершенно верно, да. Да, вот у нас с 1 декабря идет набор, отбор даже где-то, потому что есть виды спорта, вот как и гимнастика, да, большая конкуренция. И здесь уже разные этапы, набор, допустим, ну, зачисление происходит с 6-7 лет. 6 девочек, 7 мальчиков, но уже ребята готовятся с раннего возраста, кто-то начинает с 3-4 лет родители готовят. Вот мне интересно, сколько нужно готовиться, чтобы в таком юном возрасте вот к такой огромной штанге подходить. Привет, как тебя зовут? Продолжение. И сколько ты лет уже занимаешься? 4 года. А всего тебе? 13. А, ну, то есть мне не сильно рано. С 9 лет. С 9 лет только. Потому что по физиологическим данным, в каждому виду спорта определенное здесь, вот я говорил уже, ранние виды, это художественная гимнастика, спортивная гимнастика, фигурное катание, игровые виды спорта у нас 8-9 лет. Ну, самые такие у нас, получается, это бобслей и пауэрлифтинг, там, с 12 лет, единоборство с 10 лет. Поэтому у нас четко спортивные стандарты есть в спортивной подготовке и определенный возраст. Ну, что тебе нравится именно в тяжелой атлетике? Это ведь тяжело, уже по названию понятно. Ну, просто нравится штангу поднимать. Интересно. Силу свою чувствовать, наверное, нравится. Вот у нас сейчас представлена такая учебная штанга, да, с нетяжелыми блинами. Азия, скажи, пожалуйста, какой вес тебе удалось вот в твои 13 лет, твой максимум, твой рекорд личный? Ну, 48 килограмм и 66 килограмм. Это же больше твоего собственного веса. Ну, ноги так поднимают больше своего веса. Но какие-то нужно упражнения специально делать, не просто же поднял и все, да? Ну, да. Покажи нам, как правильно со штангой обращаться. Потому что Катя вот к нам подходила сейчас и не совсем поняла, что с ней делать. Не переживай. Давай посмотрим. Элемент рыбок. Так. Этот, чем показала нам? Ну, детский организм действительно готов вот к такому? Ну, у нас же профессионалы, тренерский состав, поэтому не форсируют никогда подготовку. Видите, это штанга облегченная, правильно технику ставят. Поэтому, если все четко делать и правильно, то все будет хорошо. Да, но про гимнастику хотел еще сказать. Она же подразделяется на спортивную и художественную. Совершенно верно. В художественной парни занимаются или только это для девушек? Только для девушек, конечно. Только для девушек. У нас все это представительницы есть, да? Такого. Здравствуйте. Как зовут тебя? Ярин. Скажи, пожалуйста, художественная гимнастика, да? Я правильно понял? Нет. Нет. Спортивная гимнастика. Спортивная гимнастика. Она просто красивая. Да. Художественная там с... С элементами, да. С танцем. Обруч, булава, лента. Почему спортивная? Ты в художественную и не собиралась? Нет. Или еще переквалифицируешься когда-нибудь? Нет. Или останешься в спортивной? Останешься в спортивной гимнастике. Почему спортивная, а не художественная? Мне нравится и заниматься. Ну, ты можешь нам что-то показать, чтобы сейчас люди, которые выбирают для себя секцию, поняли, что вот спортивная гимнастика точно вот то место, куда надо отправиться? Да. Пожалуйста. Сейчас что-то будет. Мы заметно ожидали. Подготовим площадку. Соревнования сейчас проходят у ребят вообще или только тренировки? И тренировочный процесс, и соревнования, но в рамках определенных ограничений. Без зрителей? Без зрителей. Количество у нас определено четко. Это рекомендации Роспотребнадзора. Все это мы выполняем. Круто. Ну, вы знаете, что в спортивной гимнастике у девушек. То есть родитель, у которого ребенок занимается в какой-то секции, может прийти в школу и участвовать в отборе? Информация у нас на сайте кросс-спорта существует, поэтому определяйтесь. И у нас из 19 школ 49 видов спорта. Поэтому определяйтесь, приходите в каждой школе, свои телефоны, сайты, приходите, есть как бы просмотр, отбор. Ну, сейчас декабрь уже завтра. Возьмут в спортивную школу? Ну, в том-то и дело у нас начинается, вот просмотр был с сентября, а сейчас начнется комплектование. И начинается год, все, и доступно, объясню, как в общевразовательной школе. Начальная подготовка, группы, самое высшее, это высшего спортивного мастерства, когда уже самое на звездочке, и промежуточное получается совершенствование. Но есть, бывает же, и переезжают некоторые спортсмены, да, поэтому докомплектование в группах происходит. Ну, пока мы заканчиваем, давайте скучающих борцов выведем. Скучающие борцы. Ну, это не скучающие, это у нас школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Олимпийского резерва? Да. Что-нибудь нам очень коротко покажите, очень хочется посмотреть. Давайте ребятам дадим место чуть-чуть. А вы к нам. Греко-римская борьба от вольной чем отличается? Ну, греко-римская, видите, они только здесь, получается, без подсечек, без ног, не проходят ноги, только, вот скажем, руками. Только руками. Да, поэтому она называется греко-римская, классическая, видите? А вольная здесь уже действия разные. Вольные. Вольные, да. Поэтому так и называется. Итак, мы хотели бы вас всех сейчас, уважаемые родители, пригласить на сайт Кроссспорта. Заходите обязательно, посмотрите. Какие-то, возможно, сексти приглянутся и вам. Какие-то виды спорта вы обсудите со своим ребенком. Но помните про возрастные ограничения для многих из них. Спасибо огромное, Валерия Анатольевич. Будем стремиться к тому, чтобы чемпионов из Красноярска, из Красноярского края знала вся Россия. Их становилось все больше и больше. Ну, и с самого детства они занимались именно этих спортивных школ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова